МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коррекционных школ, детских домов и интернатов. Ребят, скажите, вы с Хаски уже с этими встречались? Когда и где? Мы встретились недавно, максимум год назад. Мы ходили в поход в Карелию. Они очень дружелюбные. С ними можно пообниматься даже, если ты злой. Они могут тебе снять стресс какой-нибудь. Они очень добрые. Они никогда своего хозяина никого другого не укусят, если правильно их воспитывать. Детский лагерь «Большое приключение» впервые пригласил ребят в путешествие в 2000 году. В лагере детей учат не просто путешествовать. Здесь их учат думать и действовать самостоятельно, заботиться о других и работать в команде. Учат любить природу и не бояться трудностей. Жемчужина «Большого приключения» – питомник, в котором живут почти 60 ездовых собак. Пород – сибирские хаски и чукотские ездовые. Дети легко налаживают контакт с собаками, с удовольствием приносят им еду и ревностно следят, чтобы в миске любимцы не оказалось меньше корма, чем у других. Дети из коллекционной школы, из коллекционного детского дома, вот они приходят в вольер с собаками. И они должны летом отправиться вместе с собаками в путешествие. Каждый из них должен выбрать для себя собаку. И вот удивительно совершенно, что ребенок видит разных собак и останавливается около какой-то все-таки одной собаки. Собака на него реагирует, он реагирует на собаку, и потом устанавливается между ними вот эта какая-то удивительная дружба, которая продолжает в течение всего пребывания в ладере. И потом, когда ты фотографируешь вот эту пару, ты видишь, что на самом деле в чем-то удивительном есть какое-то чисто внешнее и какое-то глубинное сходство между этими вот двумя существами, собакой и вот этим ребеночком. Ребята и взрослые, пообщавшись с четвероногими друзьями, прогулявшись с ними, прокатились на нартах по зимнему лесу. Для многих это было впервые. Эмоции переполняли. Мне все понравилось. Собаки везли. Мне было прикольно. Сначала страстно. Но потом стало весело. Мне было очень круто. Способ лечения различных заболеваний через общение с собаками сегодня очень востребован. Он используется при таких диагнозах, как ДЦП, аутизм, неврозы, депрессия, гиперактивность. Способствует развитию умственных и эмоциональных способностей, снижению агрессии. Помогает при поведенческих нарушениях, задержке речи и психического развития. Вот очень важно, чтобы с самого раннего возраста детей приучали быть в гармонии с окружающим миром, с окружающими домашними животными. Ну и, конечно же, вот сибирская хаска – это лучший вариант для этого, потому что в течение столетий сибирские хаски растили в себе гены любить тех людей, которые находятся вокруг. Потому что без любви вообще на севере прожить невозможно. И поэтому, когда сейчас собаки приехали сюда, и дети пришли сюда, они друг друга находят, они вот друг с другом делятся этой самой любовью. А, наверное, это самое вообще важное для любого ребёнка, тем более для ребёнка-инвалида, вот почувствовать какую-то крупицу дополнительной любви.